Жукаускас Горан Бошкович И опять промах Нам везет, вы знаете Ну да, приблизительно 5 сантиметров Преимущество у Ягодника Поэтому он постоянно просит мяч под корзиной Только подойти близко к кольцу Ему не позволяет А с периметра Не попадает Игорь Куделин Хорошо обманул паузу Какую выдержал и не дотягивает немного За счет того, что Не дотягивает мячом Он бьется в переднюю дужку кольца А Куделин просто Отскакивал назад Поэтому не доработал кистью 24-21 плюс 3 у французов И совсем немного времени до перерыва Смит Нет, конечно же, бросок не считать Сначала было нарушение наведения У нас замена Вот 11 номером появляется Андрей Цыпачок И растерянность локомотива В защите, очевидно Смита упускают Бросок с фоллом Два очка засчитаны И еще один штрафной Под девятым Андрей Ведищев Длинная скамейка Монатолия Сухачева и Римаса Гирскиса Конечно же, наши конкуренты Таковой не обладают Французы уходят в отрыв 27-21 Два очка Считайте Еще один штрафной И Смит Теперь нарушает правила Фармер на линии штрафных Локомотив прилетел в Нанси Вчера вечером Анатолий Сухачев запретил игрокам Общаться с журналистами до игры Чтобы не расколаживались Французы выиграли Кстати, у пивовар На 31 очко Здесь В этом дворце спорта В полуфинале И на это обращал внимание Игорь Куделин В предматчевом интервью своем Так что Дворец Спорта Джентили Вполне может рассчитывать На победу Видели, как Цыпачев сейчас Неудачно сыграл В защите И у нас вышел Войкон Бенчич Под 13-м номером Вполне возможно, что вместо Цыпачева Не прощает Цыпачев Вот Такой зевок В обороне Три очка С фолом Игоря Куделина нет Но его место занимает Андрей Ведищев Тоже человек, который может попасть Издали И в белый свет Как в копеечку Мяч даже не касается кольца Все сгорело Так шутит мастер-болистый Естественно, владение переходит В команде Кугарс Смит Один на один Будет обыгрывать Нет, поделился мячом Возвращает Смиту Робьен Дюбо Передачу И Три очка Несобранность Несобранность В обороне Прежде всего Нападение не получается Тоже мы уже давно Не забрасывали мяч Минута около трех Это плохо Жукаускас Вышагивание Полы На последнем шаге Внизу Юра Жукаускас Сейчас станет на линию Штрафных Но такой подбор Баскетболистов В распоряжении Анатолия Сухачева Только потому что Команда И руководство клуба Выполняет полностью Все свои обязательства Финансовые Это один из немногих Коллективов Таким относится Перм Уралгрейд Который еще раз Повторюсь Проиграл Сегодня Эфис Пилсону 84-101 Казанский Уникс И вот Минераловодский Локомотив Юра Ильюс Жукаускас Ну не общит Так Чистый бросок Совершил И доставил Мяч в кольцо В кольцо Бесхитростно Играют Без показов Да собственно И задерживаться В трехсекундной зоне Уже было чревато Свой щит Проигран Но фолы Фолы в нападении И нарушают правила В стремлении Овладеть мячом Кто-то из легионеров Французских Нам показывают с вами Фармера Но это не он Естественно Был главным Действующим Лицом В эпизоде Он был пострадавшим А вот Зенвини Его наказали И вдобавок Еще усадили На скамейку На площадке У французов Под пятым номером Рослэнд Блокшот сейчас Но мяч остался У минераловодцев Нет Зря я сказал А Потому что вынужден Исправляться Б Он перешел Опять к французам Перехват Пошкович Хорош был сейчас На опережении И под чужим кольцом Мы видим с вами Что никто Рядом с ним Что нарушение правил Да Пол нападения Ягоднику Он сокрушается Даймаунт Тут же вынужден взять Анатолий Сухачев Фармер просит Всех успокоиться Действительно Не нужно поддаваться Панике Матч не проигран Но такой отрыв Следовало ожидать Французы Естественно Поддавливают Естественно Этот нажим Увеличивают Слегка Арбитры 3626 Минус 10 Но конечно Чем меньше будет Разница Тем лучше Для нас 17 апреля Вот Во дворце Экспресс В Ростове Нужно будет Очень постараться Чтобы отыграть Такую разницу Ее Желательно уменьшить Вопросы Горюку дели Но за свою карьеру Вы провели немало Матчей самого высокого уровня Все же это будет Ваш первый финал Еврокубка Мечтаете о Трофее Короча? Пока он мне только снится Недавно устроил розыск В интернете Чтобы увидеть Как выглядит этот приз Теперь очень хочется Подержать его в руках Пумы С мячом Лэнд играет Поперек площадки Перехват Естественно Ягодник Быстрый отрыв Ведищевую блокшот Нет Так нельзя Расслабляться Так нельзя Ни в коем случае Давайте посмотрим Нет Чисто был накрыт бросок Он Мяч не ударился Об щит Два броска Будет исполнять Американец Смит Давайте посмотрим На его послужной список Но прежде всего Его рост 187 сантиметров Он с 72-го года рождения До того Играл в клубе Антип Четыре сезона С 90-го По 91-й 94-й год Играл в NCAA За Arizona State University В 94-м Задрафтован Вашингтон Буллиц Но затем Переведен В Grand Rapids Hoops Это Сибирь Ниши Лига Затем Галопом по Европам С возвращением Опять же В Сибирь И Даллас Маверикс 8 матчей Десятидневный контракт В 96-й 97-й год Затем Опять Европа Франция Турция Франция И наконец В этой же стране Команда Кугарс Что происходит Все что выбросили Все попали Хозяева Из самых неимоверных Положений С самым Серьезным сопротивлением Бенчич с мячом Под 13-м номером Перепасовка С Ягодником Далее Ведищев 41-28 Локомотив За эту четверть Набирает Очень мало очков Ягодник Дальнее ли это было попадание Интересно узнать По-моему Из-за трехочковой дуги Он выпустил мяч Затем он Кто-то пустился В кольцо Французы Мелко очень играет В трехсекундной зоне Очень мелко Плохая передача Сейчас была На Массинга И Естественно Бошкович виноват Ему высказываются претензии Мяч переходит Ух ты Ягодник пытался бросить сверху Если его и подталкивали То только уже после Сорвавшегося слэмданка Тут же отрыв Смит Нас некому страховать Контр-атаки Мы проваливаемся В защите Видищев Склонен больше к игре Под вторым номером Никак Не на позиции Разыгрывающего И Торопливость Торопливость в атаке Смотрите Неподготовленные броски И Даже после такой попытки Мяч переходит И мы растеряны Мы не знаем что делать Входят люди В трехсекундную зону Мы просто Сопровождаем их взглядом Нет Такая тактика Недостойна Финала Кубка Короча Жукаускас Не дает ему Вытаскивать мяч Но больше Больше на него играть Пусть фалят Пусть зарабатывает Персональные замечания И всемирно Помогать Центровому Опять же На подборе Не просто наблюдать За тем Какой он большой И как он может Подобрать этот мяч Точнее Гадать Просто смотреть Сможет или нет Ягодник атаковал Юрелий Жукаускас Чемпион Евролиги В составе Кауновского Жальгериса 97-98 Попадает Оба Штрафных И вальяжно В нападении Переходят Хозяева Смит Куда ему Торопиться У него за спиной Огромное преимущество Более 10 очков И он его Увеличивает Заступил По-моему За тугу Плюс 2 После его попадания Но простите Хрен редьки Не слаще Для локомотива Американец Лэнд Нарушил правила И Фармер Опять выполняет Штрафные Пока Робинсон Не справляется Со Смитом Этот дуэль Американцев Превращается В избиение Локомотива Разыгрывающего Локомотива Ну что ж Все Первая половина Закончилась И мы видим С вами Отрыв 48-32 В пору Хвататься за голову А лучше Вообще-то Посоветоваться Подумать Как быть И как жить Дальше Железнодорожникам Затем Спустя 15 минут Вернуться на площадку И сократить Это отставание Нам это по силам Наш репортаж продолжится После небольшой паузы Оставайтесь с нами Короче Сегодня встречаются Напоминаю для тех Кто не видел Первые 20 минут Этого Интересного Даже несмотря на то Что локомотив Проигрывает Поединка Местный клуб Кугор С минераловодцами Итак Российская команда Претендует Естественно Впервые В своей истории И в истории Нашей страны В истории Российского Баскетбола На Этот третий По престижности Европейский Трофей Французы Тоже само собой Добились Небывалого Успеха Можно сказать Что они Не дебютанты Кубка Короча Но дебютанты Его финала В общем Желания Хоть отбавляю Умения Не всем хватает Пока Нанси Выигрывает Со счетом 50-35 Это не счет Первой половины После первой Он был 48-32 В пользу Команды Под названием Пумы Пол сейчас В нападении И зарабатывает Его четвертый номер Горан Бошкович Вместе с ним На площадке Фабьен Дюбов Под десятым номером 13-й Винсон Масинг Росленд И конечно Стивен Смит Американец Под шестым А у нас Юрелиус Жукаускас Ягодник Куделин Фармер И Робинсон Такая пятерка Вынужден был Дать отдохнуть Гирский Нет сыгранности Нет сыгранности Нет того сего И так далее Хотя бы одну Представьте себе Европейскую команду Которая Собравшись Только И Смит Четверти Проблемы Опять же С персональными Замечаниями Потому что Не могут Они по-другому Остановить Юрелиуса Жукаускаса Только как Фолами Знаете Чуть ли не Пробежка У Башковича Была Он получал Мяч В прыжке Затем Приземлился С ним И опять Оттолкнулся Хорошо Хорошо сыграл Ягодник Забросить Бы Помогает Ему Фармер Важно Дорожить Мячом И каждую Атаку Хотя бы Завершать Ну Если не попаданием То Пусть хотя бы Одним штрафным Чтобы не было Бестолковой Траты сил И биться Биться в защите Робинсон Ну Спонтанная Атака Там был Один Ягодник И трое Французов Можно было Подождать Еще есть Время На то Чтобы и 40 очков Отыграть Ну Мне кажется Что Робинсон Все таки Должен Отыгрывать Ту очковую Разницу Которую Привез Ему В первые 20 минут Его Визави Смит Из Французского Нанси Игорь Куделин Тоже его Прикрыли Естественно Его стерегут За ним Наблюдают И не зря Дали ему В персональные Опекуны Американца Росса Ленда Потому что Американская школа Игры в защите Всем известно Перебрали 24 секунды Отведенные На атаку Передержал Куделин Мяч Заигрываются Немножко Баскетболисты Локомотива Не смотрят Друг на друга А стучат И поглядывают В пол Это плохо Ой-ой-ой-ой-ой Какая глупость Несусветная Просто ее совершает Сейчас арбитр Фолл Ни за что Называется Накрыл Чисто Абсолютно Юрелис Жукаускас Этот бросок И придуманное Персональное Замечание Давайте посмотрим Скажите Что я не прав Вот он Блокшот Идет Сбоку Даже не коснулся Руки Ах Ну разве что Давление было Оказано Ну я не знаю Просто как Трактовать И что можно Придумать Чтобы оправдать Действия судьи Бог с ним Между прочим Персональный Опекун Игоря Куделина Росленд Играл В Северной Аризоне В университете Тоже Четыре года Это чемпионат НСАА Неплохие показатели У него Последние годы Последний сезон 16 Почти 17 очков Четыре подбора И две передачи Делал он партнером Вот так вот Не на последних ролях В общем был Игорь Куделин Надин запускает свечу Под потолок Мяч попадает В кольцо Даганрогская Левша Заработала Почаще бы так Попадала Но Мы видим с вами Что Есть кому отвечать Смит Использует Заслон Помогает Ему партнер Но не провалился Под кольцо Конечно же Форвард Однако И не нужно было Да Заслон Ставил 13 номер Винсан Масинг И тут же Неудачная Атака Масинг Тот же Хорош на подборе Опережает Конкурентов И издали Мы не играем В защите Нет Мы индивидуально Играем В нападении Не могу сказать Что что-то Сверхъестественное Вытворяют Сейчас французы Да Это их кольца Но и все Они просто приходят И бросают Попадают Вот так В баскетбол Для того Чтобы Отыграв в нападении Затем вернуться И отыграть в защите Не ожидал От подопечных Сухачева Такой халатности Честно скажу Безответственность Полная 63-42 Сами Отдают Этот матч Уже Минус 21 Можно петь Дефирамбы О том Что ты выходишь Первый раз В кубок Финал Кубка Короча Но так Нужно и соответствовать Наверное Такому уровню Итак Минус 21 очко Катастрофа Пока Для локомотива Он наверняка Попытается Еще отыграться Но пока Можно констатировать Тот факт Что он сошел С рельс Талисман Местной команды Разъезжает По полу Заводит Публику Причем По полу Разъезжает Издевательски Издевательски На пузе Робинсон Против него Большой Французы Поставили зону Игорь Игорь Куделин Не испугался Этой формы защиты Игорь Куделин Игорь Куделин В этом Подмосковном городе Ну и Естественно Все Еврокубки Кто как выступил И почему Росленд сейчас Попадает Пиздали В ответ То же самое Делает Робинсон Но чуть раньше Фолы И Юрелиус Жукаус Костает на линию Штрафных Лучше бы уж Бросок Робинсона Засчитали Посмотрите Как ни странно Но локомотив Раздавлен Фармера Усаживают На скамейку Запасных И это с учетом Того что Серил Жулиан Сидит на скамейке Запасных До конца матча А может быть И до конца серии Получил травму Левое колено У него было Перебинтовано Еще он его Повредил Сейчас Выходит Максим Зямвини Под 15 номером А ушел По моему Массин Но я думаю Что сейчас Может на площадке Появится и дублирующий Состав французов Особо картины Он не испортит Да Есть от чего Горевать Жухаус Косу Минус 23 очка Практически блокирует Этот бросок Центровой Локомотива Андрей Ведищев Робинсон Опять просто бросок Опять просто бросок В щит Тут же фол В защите И минутный перерыв И минутный перерыв Давайте обратимся К новостям Но прежде всего Но прежде всего Завтра В нашей прямой Трансляции Одного из самых Ключевых матчей Евролиги Улеп Между Между ЦСКА И Таугросом А матч этот Состоится В универсальном Спортивном комплексе ЦСКА И начнется он В 8 вечера Смотрите прямую Трансляцию Так вот Перед самым Началом Этого поединка Мерсаду Туркану Будет Официально Вручен Приз Как лучшему Как самому Полезному Игроку Регулярного Сезона Евролиги Сезона 2001 2002 Годов 25-летний Форвард С турецким Паспортом В среднем Набирал 18 очков И делал 13 подборов Такой Своеобразный Регулярный Сезонный Дабл-дабл Получался Это Вменяется Ему В заслуги Ну и Конечно же Он Виноват Во многом В том Что ЦСКА Надел Очень много Шороху В одной Из самых Спорных Подгрупп Евролиги Подгруппе Там еще до сих пор Ничего не ясно По три победы У Тау Керамики И ЦСКА Два выигрыша У Маккаби Но завтра Они играют Сулкером Так что Либо решится Все в завтрашнем Туре Если ЦСКА Побеждают Они уже досрочно Армейцы Едут В Болонию Бронируют себе Путевку В финал четырех Если проигрывают То ничего страшного Не происходит Еще есть шанс И будет все Зависит от матча Маккаби Тау Керамика В последнем Туре От поездки ЦСКА Стамбул В гости Кулкеру Юрелиус Жукаускас Бьет сверху Разозлился Центровой Два очка И 66.45 Минус 21 Отчего Собственно Совсем недавно Оттолкнулись К тому И вернулись обратно А сколько времени У нас отведено На атаку Мне интересно По-моему Сколько хотят Столько и владеют Французы И еще один Травмированный Мне кажется Игра на публику Горан Борскович Просто устал Игорь Кудерин Как здорово Сейчас отдал Передачу Своему центровому И удар сверху Хорошая комбинация Классическая Вытащил на себя Двух защитников Отдай другому Игорь Кудерин Но я думаю Что теперь-то Уж можно бросать Ничего не боясь Абсолютно Ничего не боясь Проиграть Выиграть Выиграть Уже сложнее Будет А вот разницу Подсократить Но только за счет Частных попыток Которые Количество которых Должно В конечном итоге Перейти в качество Лишь бы это случилось До финальной сирены Бог мой Еще одна потеря Ягодник Очень неуклюже Вел мяч В середине поля Не закрывал его корпусом И буквально подарил Защитнику Ведищев Отдал Ягоднику Мячу Робинсона Андрей Ведищев Не дотягивает До цели Мяч попадает В дужку 70-45 За 2 минуты До окончания Третьей четверти И О, в защите Да Неправильно Сейчас подставлялся Ягодник Двигался Да еще вдобавок Выставлял Вперед Левое плечо Прямо на ход Смита Играл В корпус Американцев Выходит Ленд Чем-то внешне Он похож на Расти Лару Бывшего армейца Сейчас плотно Осевшего В составе Юта Джаз О, как быстро И здорово Ноги работают У 11-го номера Француза По происхождению Просто темнокожего Баскетболиста С Жозефа Гомеса Ему 23 года Ростом 180 сантиметров И Вновь потеря Локомотива Мяч Оставлен Весьма Оригинальным Способом Ох-ох-ох Теперь Игорь Куделин То ли Подкат Совершал То ли Ставит Подножку Не знаю Но Локомотива 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 как ни странно есть лидеры в нападении есть команда играющая неплохо в атаке у локомотива и совершенно нет коллектива который работает в обороне нет нет даже культуры игры по своим кольцом цепачок крупно на ваших экранах его зовут андрей 79 года рождения 204 сантиметра рост точно выполнены повторный бросок а вот сейчас с мячом французы и вот эти считанные секунды которые остались до окончания третьей четверти они конечно же используют себе в плюс бросает игорь гуделин не попадает а до того точный бросок совершил гомес и так 72 47 отрыв растет причем увеличивается совершенно неожиданно 4832 было до того минус 16 и 72 47 минус 16 по окончании первой половины теперь эта разница вырастает до неприличных двадцати пяти очков итак осталось совсем чуть-чуть домучится локомотиву 72 47 нанси ведет в первом финальном матче кубка короче у железнодорожников нанси ведет на своей площадке команда под названием кубка сильнее во многих компонентах и прежде всего прочувствовала слабость лока в защите расшатала до невозможности до плачевного состояния оборонительные редуты гостей и теперь они напоминают избушку на курьих ножках которые того и гляди рухнет хотя в общем ты так уже начала сыпаться в 25 очков проигрывать простите меня просто неприлично жука узко спросит мяч промах но подбирает не мытьем так когда ним не дают сам достанет но 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 интересно спросить и жука узко сочем отличался кауновский жаргерис чемпион евролиги от нераловодского локомотива финалиста кубка короче я думаю прежде всего тем что эксплуатировали этого центрового выдающегося во всех отношениях с такой техникой и применительны к ней такой физиологии шикарной слов нет здесь очень много снайперов которые и индивидуалистов локомотиве которые играют сами только за себя но не на пользу команде по крайней мере сегодня мне так представился лока давно я не видел этот клуб в начале самого сезона я помню мы только транслировали поединок чемпионата россии в ростове и все и вот после этой продолжительной паузы предстала совершенно иная картина с более серьезным соперником мы видим с вами приходится биться железнодорожником и на лицо тут же оголились все отрицательные стороны все недостатки какая оригинальная передача и андрей видищев издали сегодня он ни разу не попал игорь куделин пытался ему помочь подбором не удалось французы очень быстро переходят на сторону локомотива и видели что бошкович ударил сверху но то ли пробежку засчитали ему то ли заступил за лицевую линию а теперь робинсон провалившийся сегодня в дуэли со смитом забрасывает мяч после эффектного пивота еще будет пробивать штрафной может ему стоило жвачку выплюнуть чтобы лучше в защите играть итак что у нас из новостей ну а прежде всего из питера пришло не очень хорошее сообщение о том что вчера на вечерней тренировке баскетболистов казанского уникса форвард а то есть не до питере заманский играл сейчас он само собой переехал в казань игорь заманский получил серьезную травму ноги в столкновении с кем-то из партнеров у экспортаковца произошел рецидив травмы стопы случившись еще в сентябре 2000 года тогда лечение и полное восстановление занял около двух месяцев по предварительным оценкам врачей заманский сможет приступить к тренировкам не ранее чем через месяц полтора штрафные выполняет робинсон а я сообщу что для того чтобы нормально играть один из лучших центровых NBA игрок лос-анджелес лейкер шакел унил постоянно использует обезболивающие противовоспалительные лекарства поэтому он сам признался добавив что такое положение дел его очень тревожит по словам шака не так давно он обратился к врачам с просьбой проанализировать состояние печени и почек атлет не стал сообщать прессе деталей результатов но только отметил что показатели удовлетворительные мое состояние не идеально но я сохраняю спокойствие у нас продолжается матч промах сейчас следует французы овладевают мечом рвутся к кольцу и это совершенно как-то бездумно делает Бошкович город врезается в нашего защитника и потеря потеря оставляющая тем не менее в роли фаворита команду куберс из нанси ну и в роли догоняющих нераловодский локомотив цепачев андрей набирает два очка после передачи героя лису жука разница чуть сокращается но не намного так вот шакил поделился что нас разжила его история произошедшая например с алонзо моурнингом из майами у зо появились большие проблемы со здоровьем в частности серьезное заболевание почек как считает онил это результат приема противовоспалительных медикаментов а шаг их принимает в значительных количествах и отказаться от них не может так как без них я не могу двигаться или играть так хватит покончим с новостями вернемся все таки экшену итак во дворце спорта джинтили джинтили продолжается первый финальный матч кубка короче между местными кугорс и минераловодским локомотивом пумы французские хищники ведут в счете локомотив сейчас обороняется сейчас перешел в нападение Игорь Куделин проход по лицевой промах фантастическое падение опять же с попыткой попасть в кольцо было исполнено Андреем Ведищевым неудачно не видел сейчас Робинсона может быть не захотел видеть убегающего Игоря Куделина не отдал передачу пробежку нашли у Андрея Цыпачева и 7 минут до финальной серии на 72-52 та разница 25 очковая установившаяся на табло после третьей четверти сократилась ровно на 5 баллов но всего то на 5 плюс 20 приличный запас которым Нанси с закрытыми глазами может ехать в Ростов-на-Дону и ничего не боятся Игорь Куделин Робинсон передача на ход Цыпачева как не забросить как не забросить этот мяч Смотрим еще раз но что помешало? Цыпачеву испугался вылетевшего вылетевшего над ним Максима Зианвини но может быть стоило с навалом сыграть ближе к кольцу сделать шаг раз легко рассуждать из комментаторской позиции но так мне кажется было бы лучше либо сделать еще больше паузу 72-54 минус 18 но подбираемся поближе выдуманные нарушения фармер стоит подняв руки вверх об него сам бьется сейчас массинг но арбитры находят нарушение правил фармер спрашивает у арбитра на английском языке что я делал такого что вы свистнули на что видимо не получил ответа фармер показывает массингу что видишь несправедливо тебе назначили штрафные действительно так два промаха Робинсон с мячом он уже у кольца проход заканчивается ничем за спину Игоря Куделина забрасывают мяч и мы видим с вами что быстрее всех у нашего кольца оказывается Гомес Игорь Куделин и Андрей Ведищев и Робинсон три маленьких баскетболиста да и Цыпачев может помочь иногда играют на трехочковой дуге и никто из них не может подстраховать отрыв никто французы растерзали нас контратаками очень приличный темп они поддерживают на протяжении всего матча и нужно сказать что самим сложно это делать поскольку играет не зоной если бы это была действительно зонная схема то два или три защитника которые отвечают за свои участки поля и находятся наверху ближе к середине площадки не наверху а как бы на вершине трехочковой дуги они всегда убегают смотри всегда предлагают себя если следует своевременная передача то после против этого биться невозможно почти невозможно если только не фалить сразу надающим и не останавливать не пресекать его действия подбирающего прямо в корне у кольца каким угодно способом а французы защищаются лично и все равно успевают убегать все равно сохраняют сумасшедший темп минус 18 так и осталась эта разница с мячом французская команда Игорь Куделин пропускает Гомеса вот кольцом неужели дадут да Цыпачеву но не дают французы приблизиться теперь уже с помощью арбитров к себе не точен этот бросок и вновь мяч упущен теперь уже фармер волейбольную партию сам себе проиграл проход под кольцо но почему не перехватить этот мяч спим в защите спим и продолжаем это делать Смит появляется на паркете падает на него выпрашивает полно главное что забросил два очка вот он виновник нашего сегодняшнего поражения о том что это будет именно поражение говорить можно уже смело рассуждение на тему а вдруг а если неуместный плюс два еще один штрафной минус 18 эту четверть локомотив выигрывает пока выигрывает с приличным отрывом если 18 осталось давайте посмотрим как Андрей Цыпачев выполнит штрафные броски а было минус 26 после третьей четверти то плюс 8 уже плюс 9 вот она поправка почему так не играть весь матч почему вот так не стараться по ну у миску и для миску с миску Упустил из виду одиннадцатого номера. Фармер завел публику. Американец-американца поймет, естественно. Ну, Фармер задирался сейчас. Гзянвини зря это делал. Ни к чему такое проявление чувств. Лучше, наверное, показывать свой характер. В борьбе под кольцом. В финале атак своей команды под чужим кольцом. Да, наверное, это было бы правильнее. 82-52. Настоящий карнавал подарили своим зрителям местные баскетболисты. Да, это шоу. Игорь Куделин издали. Вы смотрите, какое расстояние отделяло его от корзины. Метров восемь, наверное. Такая сильная кисть, как она мягко работает. И правильно, и стоматийно правильно. Мы отвечаем дальними бросками на кольцо. Приносят французы по два. Очка еще плюс по одному штрафному. Андрей Ведищев. Кстати, еще карусель устроил с Игорем Кудериным. Упускаем мы в конечном итоге мяч. Смит падает сам. Ведущий в фол. 85-65. 20 очков. Мы топчемся на месте. Не приближаемся, не даем удалиться хозяевам. Вот и все, что мы делаем. Ведущий в проход под кольцо. Промок. Уделен с мячом. Бьется Акелев. 2 плюс. Ну, нельзя сдаваться. Сейчас нужно играть. Нужно продолжать играть. Разница важна. В этой серии до двух побед. Финальной серии Кубка Короча. Смит. Жесткая передача на Лэнда. Тот бросает. Все попали. Все, что бросили, по-моему. Сегодня жалко, что нет. В текущей статистике посмотреть бы этот процент и удивиться вместе со всеми, рассказав его вам. Я думаю, что около семидесяти, наверное. Такая цифра значится в графе точность. В процентном соотношении попыток и попаданий. По местной команды Нэнси. Андрей Ведищев. Полы и Смит. Перехитрил его. Соответственно, награждается тремя штрафными. Да, еще изменения в программе. Чуть не забыл. Прямая трансляция матча. Последнего матча регулярного первенства 56-го по счету NBA на канале НТВ плюс спорт состоится не в 4 часа утра. По-моему, как указано ошибочно в программе АП-3. Это будет поединок Вашингтона и Филадельфии. Планировалось, что это будет последний в этом сезоне матч Майкла Джордана. Но, увы, артроскопическая операция на его левом колене вывела из строя великого Джордана. И этот поединок будет сольной партией Хэмилтона. Но никак не Джордана. Также вполне возможно мы не увидим Алина Айверсона. В ослабленном составе будут клубы. Но это перспектива. В ночь с пятницы на субботу не пропустите. 3 часа ночи в Вашингтон, Филадельфия. Телеканал НТВ плюс спорт. Завтра прямая трансляция. Решающие встречи под группой Е. Евролиги Улев между Тау Керамикой и ЦСКА. В 8 вечера из универсального спорткомплекса на Ленинградском проспекте. А мы еще с Вами посмотрим ответный матч. 17 апреля. Локомотив. Минводы. Кугарс Нэнси. Франция. Смит, по-моему, подворачивает стопу, но достаточно на него сегодня. Для него сегодня, по-моему, около 25 очков он набрал. Подвернута стопа. Ну, я думаю, что за неделю выздоровеет. Интересно, поправится ли Жулиан. Ну, и без него обошлись. Герой матча может, конечно, себе позволить немножко и поиграть на публику. И какой удар сверху. Великолепнейший момент. Как подкараулил мяч Масин. Отлетевший от передней дужки. Тут же с полулета добавил его в кольцо. Великолепный шоу-элемент. Но французы могут теперь не торопиться. Меньше двух минут осталось. Я думаю, что даже меньше минуты. Секундомер нам не так часто показывают. Поэтому приходится и статистику высасывать из пальца. И гадать на кофейной гуще по поводу оставшихся секунд. Увы, мы проиграли. Вынужден констатировать этот факт. До минуты ровно до сирены. 92.69. В том, что это будет финальная сирена, конечно же, уже никто не сомневается. 93.69. Отрыв близок к 30-ти очковому. Я думаю, что должен быть сегодня доволен своими подопечными и более чем. Сильвен Лутье, наставник. Пум. Ну, а... Анатолию Сухачеву и Римасу Гирскису. Есть что сказать. Есть над чем работать. Игорь Худелин выносит мяч из-за лицевой. Одна из последних атак Локомотива. Она так же, как и многие другие, заканчивается промахом. Но исправил. Исправил ее. Довел до логического завершения. Иурелиус Жукаускас. Он сегодня фактически бездействовал. Играли партнеры сами. А такому шикарному центровому отводится роль пассивного свидетеля. В крайнем случае, чистильщика. Обидно. Мне кажется, что... Налицо. Очевидные тактические недочеты и в нападении, и в защите. Но Локомотив команда молодая. Ей еще расти и расти до серьезного европейского уровня. Итак, напоминаю, что специалистами признается тот факт, что победа в первом матче три четверти успеха. 21 из 30 предыдущих финалов Кубка Короча проводились по нынешней двухматчевой схеме. Игра дома, игра на выезде. Хотя принято считать, что клуб, играющий первый матч на выезде, как сегодня, Локомотив, имеет преимущество. Такие команды выигрывали Кубок лишь девять раз, а в 12 случаях терпели поражение. Статистика говорит, что тот, кто выигрывает первый матч, вне зависимости от того, где он проводится, затем получает и Кубок. Так было в 14 случаях из 19. 73,7%. Игорь Куделин промахивается. Звучит финальная сирена. Все, этот поединок завершен. Увы, для нас не в нашу пользу. Для нас он завершен поражением. Праздник на улицах Нэнси, французского городка. Вот так вот завершает его хозяева площадки. Делает это Масинк, один из самых результативных игроков этого матча. 98,72. Неутешительный отрыв перед ответным матчем 17 апреля. В Ростове на площадке локомотива из минеральных вод. Что ж, спасибо вам огромное за внимание. Спасибо баскетболистам за ратный труд. Спасибо всем, кто мне помогал проводить, провести этот репортаж. Для вас из московской студии работал Михаил Решетов. Играйте в баскетбол. Всего доброго. Играйте в баскетбол.